Коллективы народного творчества со всей республики съехали сегодня в столицу Чувашии. Во Дворце культуры тракторостроителей прошел Гала-концерт лауреатов республиканских конкурсов «Фестиваль фестивалей». Вдохновились народным творчеством и мои коллеги Юлия Важенина и Андрей Шоклев. «Фестиваль фестивалей» – так Гала-концерт называется не случайно. Он подводит итог годового смотра народного творчества. Детские ансамбли, взрослые команды, коллективы ветеранов. Фестиваль собрал более 400 участников. В течение года прошло более 10 фестивалей по различным жанрам. Сегодня на нашем фестивале участвуют лауреаты, победители различных конкурсов. Практически вся республика сегодня собралась, чтобы показывать творчество культурам до особых учреждений. Фольк-клёр, хореография, инструментальное творчество, театр. Каждый коллектив представлен в той или иной номинации. За считанные минуты до выступления студии из Цивильска вовсю репетируют в гримерной. На фестиваль юные танцовщицы привезли сербский народный танец. Больше всего мне нравится сербский танец, так как у нас наиболее яркие костюмы. Да и выглядим мы очень хорошо в этих костюмах, хорошо танцуем. Сам танец очень яркий. Мне очень нравится выступать на сцене, потому что мы получаем очень хороший жизненный опыт. Трещотка, пожалуй, самый народный инструмент. Казалось бы, обычные деревянные брусочки, соединенные веревкой. Но без них даже частушки звучат не так. А вот ударная установка для народной музыки – редкость. Но Анна Яковлева внесла изюминку в свой номер. Стилистика произведения такая. Это современное произведение, поэтому здесь предполагается активный ритм. Поэтому понадобилась ударная установка. Я предложила, исполнила, композитору понравилось. По итогам фестиваля отметили лучших из лучших. Так, среди городских округов первым стал дворец культуры столицы Чувашии. Среди районов уже второй год подряд золото берет Канажский район. Юлия Воженина, Андрей Шоклев, Республика. Отвесения. Отвесения. Еще раз. Отвесения. Продолжение следует...